Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 августа. У меня очередной массовый сбор томатов. Я вот подошла, отбираю челнок, и пока я совсем до лысого его не общипала, я хочу еще раз его показать и порекомендовать нашим новичкам или занятым огородникам, кто его еще ни разу не выращивал. Я уже его показывала, но я напомню, что это скороспелый, холодостойкий, мелкоплодный и низкорослый томат. Очень удобный в выращивании. Он идеален для выращивания в неблагоприятных условиях, именно в наших холодных регионах, как у нас в Сибирске. Когда у нас июнь еще не лето, август уже не лето. Вот у нас сейчас ночью холодно, два дня уже пасмурная погода дождливая. Он спеет, несмотря ни на что. Я вот сейчас его отбираю, сейчас весь куст покажу. Хочу сказать, что плоды красные, сливовидные, весом небольшим, 50-70 грамм, но они очень красивые. Прям, видите, вот, прям просятся в баночку. Их можно не только солить, но и кушать в салаты, во все... Вот сейчас для приготовления различных борщей, супов, мясных подливов к мясу. Ну, вот я везде их использую, такие томаты. Он не требует подвязки и посынкования. И возможны плотные посадки. То есть, у кого маленький участок и мало земли, можно посадить 5-6 растений на 1 квадратный метр. Это ничем вы его не ущемите. Это очень хороший вариант для начинающих, для занятых огородников. Вот смотрите, я тут посадила их часто. Видите, расстояние между луночками, между корнями, вот так. Один раз всего подвязала за лето и ушла. Больше я ничего с ним не делала. Он, конечно, разросся, развалился. И когда я пришла, один раз я его оббирала, он еще был не очень большой. Когда я пришла, я увидела, что он весь увешан плодами, вот вообще весь. Он такой, как гроздья винограда на нем висят. И мало того, что он... Вот основной ствол тут, дополнительный ствол весь увешан. Видите, до самого верха еще наверху пытается завязать. Но ему мало этого. Он думает, что как, еще не выполнил свою... Он еще прикорневые выпускает пасынки. Видите, еще прикорневые уже отцвели, опылились, завязались. Еще здесь плоды. И это не единичный такой куст. Они все кусты такие. Идем дальше. Вот следующий. Смотрите, какие гроздья. Такие прям, ну многочисленные. Многочисленные кисточки такие. К нему даже сложно подобраться, потому что их очень-очень много. Вот он как идет с самого низа. Но я здесь уже спелые убрала, конечно. Тут они зеленые. Потому что я начала их требушить, они все спелые опали. Вот идет с самого низу до верха. Тоже, видите, ему кажется, что мало. Он еще от корня. Вот когда я подвязывала, не было этого пасынка. В моем отсутствии от корня образовал пасынок. Вот он тянется, видите. И на пасынке уже раз, два, три. Это третья. И вот четвертая цветет. Еще хочет на пасынке четыре полноценных кисти завязать. Ну и так на всех. Вот и те, если по ряду. Ну у меня их здесь всего восемь штук. Их можно посадить очень мало. Получить очень много урожая. Хочу похвалить этот сорт. Очень трудолюбивый. До самых морозов будут плоды завязываться. Будет он у вас спеть, подспевать. Похолодание ему не грозит. Обычно они не болеют даже вот этой. Ну они, короче, не неженки. Все, вот он сколько плодов завязал, он все их созреет. Что не созреет, на дозаривание покладете, положите. Вот рекомендую очень для новичков, для занятых огородников. Неприхотливый, урожайный, мало места. Смотрите, какие красивые плоды. Для консервирования, для еды. Аппетитные. Они все идеальные. Нет уродливых. Редко, когда встретишь треснутые, очень-очень редко трескаются. Это только если сильно дожди зальют. Прелесть, а не томаты. Все, до свидания.